Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать организацию хранения в нашей спальне. Если интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Но сейчас покажу такой общий вид нашей спальни. Как вы видите, выполнена она у нас в бело-фиолетовых тонах. Таким образом это все выглядит. Ну, что хочется сказать. Это такая, знаете, среднестатистическая комната-спальня в Финляндии. То есть без особых излишеств и такая, я бы сказала, мимолистичная. Потому что здесь нет у нас ни комода, ни шкафа. Если вы смотрели предыдущие мои ролики по организации хранения, вы знаете, что у нас есть гардеробная, в которой, в принципе, мы все и храним. И, в общем-то, необходимости в этих предметах мебели у нас как таковой нет. Что меня, конечно, безусловно устраивает и очень нравится. Потому что до переезда в Финляндии я не могла представить, как это в спальне нет шкафа, либо комода. А где же хранить вещи? А что же делать? И так далее. Здесь очень все просто у нас организовано. По максимуму все просто, потому что, опять же, вещей очень мало. Но, наверное, давайте начну с того, что у меня здесь также в спальне стоит косметический стол. Я сейчас переместилась немножко в другое место, чтобы вам было хорошо видно именно мой стол и о чем я говорю. Также на канале, на моем, есть видео о организации хранения в косметическом столе. Я, конечно же, ссылочку оставлю внизу, и там вы все подробно можете посмотреть и рассмотреть. Я не вижу смысла просто повторяться. Так что, с этой стороны у нас стоит косметический стол. А здесь вот вход, где я только что стояла. То есть, ничего особенного. Как вы видите, стоит стол и все. Это наше окошко. Тоже самое обычное, самое простое. Такой, скажем так, скандинавский стиль. То есть, особо здесь окно не завешено. То есть, здесь нет тюли. Знаете, как в нашем обычном таком представлении? Тюли, темные шторы, ночные. Здесь вот на данный момент у нас только ночные. Но их я использую только в теплый период времени года, потому что у нас белые ночи. И я, честно говоря, до сих пор не могу привыкнуть, не могу уснуть, когда светло. Но на зиму мы меняем другие шторы. И вот уже скоро я их поменяю. И те у нас такие, знаете, более прозрачные, легкие. Ну, наверное, сейчас перемещусь обратно. Значит, у нас здесь есть две прикроватные тумбочки. Что хочется сказать, они очень большие, около 80 сантиметров. Со временем эксплуатации этих тумбочек мы поняли, что нам столько не нужно. Давайте рассмотрим, что же хранится в моей тумбочке. То, что с мужа стороны, я показывать не буду, потому что она у него, ну, как у меня, в принципе, полупустая. И, ну, вещи мужа – это вещи мужа. Ну, а мою давайте поподробнее поближе рассмотрим. Значит, на самой тумбочке стоит моя любимая ваза, цветочки, наши фотографии свадебные и будильник, световой будильник. Дальше, если заглянуть в тумбочку, то ничего особенного мы там с вами не увидим. Значит, смотрите, я разместила такие вот контейнеры. То есть, вот видите, большой контейнер, там внутри просто коробки. Это коробки из-под парфюмов, которые я вам еще не показала. В принципе, я могу эти коробки хранить вместе с парфюмами. Ну, раз есть место, я сюда и разместила их. Дальше здесь наши паспорта и кошелек. Все, больше ничем не занята эта полка. То есть, ну, вы понимаете, что еще остается, вот так вот, если поставить, надеюсь, вам видно, то есть остается место еще для двух небольших контейнеров. Но нечего хранить. На нижней полке такая же ситуация. С правой стороны здесь у меня всякие журнальчики, книжечки с рецептами. Я их планирую сейчас, скорее всего, переместить в зал, потому что там у нас тоже много есть свободного места. А с левой стороны здесь просто мы собираем батарейки. На собирание немножко выбросили. Все. Точно так же остальное пространство у нас пустое. Вообще прикроватные тумбочки очень удобны. Если вы не использовали, я бы вам посоветовала, потому что удобно поставить крем для рук. Если много пьете воды, чашку с водой. А также телефон положить. Это очень удобный предмет мебели. Но мы поняли, что просто нам настолько большая тумбочка не нужна. Потому что внутри пусто, как я уже сказала. Ну и в принципе и снаружи тоже много места не нужно. Вот так вот это все выглядит со стороны мужа. Там тоже действительно такая же ситуация. Ну и действительно полупустая полка. То есть там несколько каких-то папок, книжка и наушники, наверное, лежат. Все. На самой полочке стоит увлажнитель воздуха. Все. Больше здесь ничего нет. Вот такая, скажем так, организация хранения. Но есть еще небольшой такой у нас секретик в плане кровати. Она высокая и внутри есть место. То есть внутри есть полочки. Получается, что с правой стороны две полки и с моей с левой стороны тоже две полки. Кстати, забыла сказать, что на противоположной стене у меня наклейки фиолетового цвета, которые я заказывала на Алиэкспресс. Если вам понравилось, как они выглядят в интерьере, вы мне напишите. Я вам обязательно найду и оставлю ссылочку. Мне, в принципе, нравится. Опять же, они фиолетового цвета и очень подходят к нашему интерьеру в спальне. Ну, давайте вернемся к кровати. Сейчас я вам покажу, что у нас хранится с правой стороны в полках, а потом покажу, что хранится с левой стороны. С правой стороны есть дальняя полочка. Вот в этом районе где-то она расположена и ближняя. Дальняя полочка, естественно, там я расположила одежду, которую я достаю буквально один либо два раза в год. Потому что стоит тумбочка и доступ к той полке достаточно сложный. Тумбочки сами по себе большие, тяжелые. Мне это сложно отодвинуть, взять эту тумбочку. Поэтому туда я разместила те вещи, которые использую крайне редко. Давайте покажу, что же там внутри. Ну и ближняя полка. Честно говоря, она у меня пустая. Вот таким образом это все выглядит. Здесь стоит коробка и, ну вот просто на данный момент я собираю сюда вещи, которые я собираюсь снять в виде оба расхламления. И собираю посылки с Алиэкспресс. Мне пришла идея снять распаковку, например, 5-7 посылок. Ну вообще, по сути, я считаю, что ящик пустой. Он очень большой и есть лишь несколько средств. Сейчас мы находимся с моей стороны кровати. Здесь, как вы видите, постельное белье. Мне удобно его здесь хранить. В дальнем конце полки находятся простыни наши. Я их вот таким образом скручу. Ну а здесь постельное белье. Здесь наше постельное белье плюс гостевое. Таким образом я его складываю. И мне очень нравится такое компактное хранение. То есть я вот беру кулечек, и там у меня уже все. Наволочки плюс пододеяльник. Во-первых, это лежит очень компактно, это красиво и на самом деле при использовании очень удобно. И последнее, что здесь есть, это коробка, в которую я складываю тот текстиль, который мне не нужен на данный момент. Это вот такие шторы, наволочки. Опять же, то есть, ну, то, что я периодически использую, но сейчас не нужно. Также здесь хранит несколько скатерстей. И последняя полка. Здесь две такие же коробки, как вы видите. Насколько смогла, настолько отодвинула. Ничего особенного не хранится. В той коробочке хранится одежда кое-какая, которую я планирую отдать. Здесь походные какие-то вещи. Но у нас появилась комната для хранения в доме, поэтому скоро мы их отсюда уберем. Ну и в этой коробочке привезены из Беларуси носочки, колготки, следочки. То есть, я больше всего люблю белорусское производство. И это у нас, честно говоря, такой большой-большой запас для меня и для мужа. Все. Больше, в принципе, здесь ничего не хранится. Вот и все, дорогие мои. Вот такая вот у меня организация хранения в спальне. У нас скоро появится малыш, поэтому здесь будут кое-какие изменения. Если вам будет интересно, когда мы обустроим комнату для пребывания вне нас и малыша, я тоже могу снять видео об организации хранения. Но уже, как вы понимаете, здесь будет немножко по-другому все организовано. Надеюсь, что моя организация вам понравилась. Обязательно пишите свои идеи, свои советы. Я всегда очень люблю их читать, всегда прислушиваюсь к вам. Ну, это было все на сегодня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok